Дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антонес, на этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие сплетники, огромная благодарность всем, кто посмотрел вчера замечательное гадание на Бориса Корчевникова, кто пропустил по этой ссылочке, пройдите и посмотрите, восхитительное гадание, интересное гадание. Постарались с моей мамой с помощью карт Таро раскрыть вот эту вот жизненатуру Бориса Корчевникова, очень интересно получилось, огромная любовь у нас в комментариях, но у вас по-другому там не получается, кто пропустил, обязательно посмотрите, восхитительное гадание на Таро. Обязательно подписывайтесь на моем основном канале, видео выходит каждую субботу. Значит, Алексея Потапенко, это Потап из Потапа и Настя, значит, разгорелся достаточно большой скандал. Его подопечная, экс-подопечная украинского продюсера, певица Евгения гордо обвинила его в интимных домогательствах. Она в красках рассказала, как бывшую продюсеру предлагала ей блестящую карьеру в обмен на постели. По словам Евгении, жертвами Потапа стали другие девушки, певицы, которые пока боятся рассказать правду. Сама же Евгения сейчас уехала из Киева и заявила, что Потап изменял Насте Каменских и до, и после свадьбы. Сам Потап прокомментировал эту всю ситуацию, цитата. У каждого свой способ пиариться. Мы годами выступали на сцене, завоевывали симпатии зрителей своей музыкой и песнями. Если некоторые люди не знают, как сделать так, чтобы они говорили и хотят пропиариться на наших с Настенькой именах, пожалуйста, нам не жаль, мы не жадны. А как все на самом деле, у нас с Настей все хорошо, разводиться мы не собираемся, так он заявил. Ребят, 15 лет он состоял во браке с Ириной Горовой и скрывал свой роман с Каменских. И вот только нарешился он тогда на раз в 2014 году, после 8 лет тайных отношений с напарницей по смене. И только в 2019 году у них, значит, свершился их официальный брак. Вы знаете, я не верю ни одному продюсеру от слова совершенно. Сказав все это, я отлично также понимаю позицию продюсеров, перед которым раскрываются и девочки, и мальчики, которые хотят устроить свою карьеру, потому что через постель... Ну, ребят, ну и огромное количество карьер у женщин и у мужчин, на самом деле. Послушайте только откровение известного Балерун... Балерун? Так, наверное. Дац и Скоридзе. Он говорит, ну не получите вы главную роль никогда, ни под каким соусом, если только не пройдете через койко-место с продюсером или главхудруком там большого театра. Ни одна роль не будет утверждена, если вы не дадите взамен свое чувственное тело. Но надо называть вещи своими именами. Это очень жесткий, это очень жестокий бизнес. И, конечно, и продюсеры, и режиссеры, и худруки этим пользуются. Понимаете, интересный момент, да? Когда тебя обвиняют в насилии, в попытках пользоваться тобой взамен на карьеру, это достаточно серьезное обвинение. И вместо того, чтобы сказать, что вот мы подаем в суд, пускай сейчас мы все это официально проверим, он сливается. Ребят, то, как вижу я эту ситуацию, он просто сливается. Он говорит, ну вот, хотят попиариться. Серьезно? Это твой ответ на серьезное обвинение в том, что ты не держишь своего друга Мини Потапа в шорох и гуляешь направо и налево. И опять же, вы знаете, тот самый интересный момент. Если он скрывал, я во что верю, я всегда в эту тему верю, что ходоков бывших не бывает. И люди никогда, ни под каким соусом, никогда в жизни не меняются. И если ты скрывал 8 лет свой роман с Настей Каменской, ходя за спиной у своей жены и изменяя ей с напарницей, опять же, по сцене, то есть, считайте, так же помогал ей вставать на ноги. Я понимаю, да, она замечательная певица, но тем не менее, да, почему сейчас мы должны верить, что это не происходило за спиной? Уже на этот раз Насте Каменских. Я не верю ни в какие бумеранги для Насти Каменских. В это я абсолютно не верю. Я просто верю, что если ты связываешь свою жизнь с ходоком, то ты должна быть готова к тому, что этот ходок никогда в своей жизни не изменится. Сейчас послушайте ваши мнения, меня очень много смотрят в Киеве. Ребята, у кого, возможно, девчонки, а не думаю, парни. Хотя, кто знает, у кого были пересечения с Потапом и у кого, возможно, это все заканчивалось этим самым койко-местом, потому что человек обещал, я открою вам дверь в мир шоу-бизнеса. Всякое бывает, и вы понимаете, что это не может быть исключением. Такое, к сожалению, направо и налево, и если уже начали говорить про эту самую тему, с, ну, не столько даже отменой, наверное, а с ситуацией с режиссерами и продюсерами, милые мои. В Каннах сейчас начинается вот буквально на днях Каннский фестиваль, и в Каннах отказали показывать новый фильм Вуди Аллена. Вуди Аллен, он гениальный режиссер. Это не отменяет то, что он женился на своей приемной дочери. То есть там очень сложная ситуация в семье Вуди Аллена. И вот на прошлой неделе стала известна конкурсная программа 78-го Каннского фестиваля. Мнение оказалось в новой картине Вуди Аллена. Счастливый случай, снятый на французском языке и с французскими актерами. По словам программного директора Тьери Фремо, решение не добавлять картину в лайнап фестиваля было осознанным. 87-летнего режиссера продолжают обвинять в расцеплении собственной дочери Дилан, произошедшем в 90-х годах. И вообще, конечно, смотря на Вуди Аллена, вот тот самый момент, когда внешний вид, он очень-очень обманчив. Когда ты смотришь на милого старичка, неимоверно талантливого режиссера. Ребята, я преклоняюсь перед талантом Вуди Аллена. И тем не менее, этот самый безобидный с виду старичок, та еще акула и дочь обвиняла, и с пачерицей живет. Сложная фигура, и поэтому я понимаю, что вот это вот репутационные риски опять того же Каннского кинофестиваля очень серьезные. Ну и немножко в эту же тему, кто кому платит и кто кому как устраивает карьеры. Слушаем откровения Юлии Пересильд. Смотрим. Что у вас мужик-олигарх, ну, что это он оплатил полет и съемку фильма. Вот это очень интересный вопрос. Я никак не могу понять, я совсем не феминистка, но почему именно в нашей стране? Если успехов добивается мужчина, ну, значит, он крутой. А если успехов добивается женщина, ну, это значит, что у нее за спиной стоит какой-то крутой чувак, который все ей это организовал. От этого мне очень грустно, честно. Ну, потому что, конечно, это не так. Никто мне ничего не организовывал. Я думаю, что мне жалко. Я уже как-то спокойно к этому отношусь. И даже мне смешно немножко. Но все равно мне жалко, что заслуги женщин никогда не присваиваются им. Это надо менять, это неправильно. И это, пожалуйста, вам Юлия Пересиль прокомментировала сейчас слухи о наличии богатого любовника, который якобы оплатил ей полет в космос. И вот она говорит. Ну, все вы слышали, да? Что значит? Вот она говорит. Я не буду вам пересказывать. Я просто говорю, что она утверждает, что когда женщина добивается всего сама, то это никто не ценит. Если мужчина добивается, ну, он молодец, он самый настоящий красавец. Если же женщина, то всегда вопросы, кто за это платит и кто эту самую женщину гуляет. Ребят, у меня огромный легитимный вопрос, потому что такие слухи ходили еще во время слухов о съемке этого самого фильма «Вызов», который якобы, якобы снимался в космосе. Она первая якобы актриса, которая полетела в космос и снималась там. Огромное количество слухов ходило вокруг, кто стоит и кто красиво так гуляет Юлию Пересиль. Я не жду большого от фильма «Вызов». Но давайте здесь поговорим, опять же, немножечко вернемся к вот этой вот истории. По словам Цискоридзе, не мои слова, а слова Цискоридзе, ты никогда не получишь главную роль, тем более роль такого масштаба, если ты не будешь связан с кем-то, если ты не трешься локоточками с правильными людьми. Ну, знаете, а в данном случае тереться с правильными людьми локоточками, это тоже такой, знаете, открытый вопрос, потому что одно дело, ты трешься локоточками, а другое дело, многие трутся, ну, чтобы получить вот эту финальную, вожделенную, серьезную роль, да. Ведь, как они утверждали, это первая роль женщины, актрисы, которая снималась в открытом космосе. То есть, вроде как, исторический момент, да. И когда мы говорим о таких ставках, я не верю, что Юлия Пересиль прошла только благодаря таланту. Я не умоляю талант вообще никого, кто начал карьеру с постели. Я никогда не буду умолять эти самые достижения и таланты тех людей, которые прошли через эту постель. Но, опять же, люди все равно, по идее, даже если ты дашь этому продюсеру или режиссеру, ты все равно должен иметь хоть какой-то талант, чтобы потом тебя могли взять в этот вот водоворот шоу-бизнеса. Я, Юлия Пересиль, не верю. От слова совершенно. Я уже четвертый год, или сколько, четыре с половиной года, более 1300 сплетен, записанные на этом канале. Каждый божий день на этом канале свежие сплетни и новости. И, вы знаете, ребят, я слишком глубоко окунулся в эту грязь, грязь шоу-бизнеса. Я никогда не буду говорить, о, боже мой, это так больно моему сердечку. Я огромный циник, я огромный скептик, когда дело касается подобного старта творческой карьеры. У меня нет проблем. У меня нет никаких проблем, если роль и карьера началась с правильной постели. Я не душнила, я не ханжа. У меня огромные вопросы к актрисам и актерам, которые говорят, я все сам, сам вот этими худенькими беленькими ручками. Никто не помогал, только мой талант. Все талантливые спят и многие таланты получают свое вот это вот развитие и открытие дверей в шоу-бизнесе благодаря правильной койке. Поэтому огромные вопросы к Юлии Пересильд. Ребят, все вы знаете, что писать мне всегда анонимно. Директ моего инстаграма открыт, директ моего телеграма всегда открыт. Пишите мне, кто стоит, кто стоит за Юлией Пересильд. И мы докопаемся до всего этого. А просто за талант. Ну, милая моя Юлия Пересильд. Если ты смотришь, не мне тебе говорить, не мне тебе открывать глаза за то, что огромное количество талантливых девочек не получают зеленый свет только потому, что у них есть гордость и принципы. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. И также хочу поблагодарить всех, кто подписывается на все четыре моих канала. И, конечно, благодарна всем, кто ставит лайки и подписывается на этот канал. Но самое важное, ребят, сейчас очень сложно с монетизацией, поэтому я обязательно оставляю ссылочку на Boosty. Шлите нам донаты, переходите, ссылочка на Boosty в описании. Взамен вы не просто получите благодарность, а видеообращение, поздравление специально для вас. С днем рождения, с праздником, с годовщиной или просто привет от Антона Эс. Специально записанное мини-видеообращение только для вас, эксклюзивно для вас. За небольшой донат, благодаря которым этим самым донатом мы сейчас позволяем себе производить видео каждый божий день. Даже когда вы в походных условиях, вот таких вот неприглядных студиях. Но все ради вас, сплетников, потому что общение с вами лично для меня дорогого стоит. Ссылочка на Boosty в описании. Ну или можете просто кинуть нам донат через суперспасибо. Сердечко прямо под видео. Дорогие мои сплетники, сейчас у Тартуфи суперновость в их инстаграм. Тайный инстаграм, на который я обязательно оставлю ссылочку в описании. Не могу не поделиться с этим секретом. Они придумали секретную распродажу для своих подписчиков. Только для подписчиков в инстаграм. Скидка 50% на все. Абсолютно на все. Вы только себе представьте. Переходите, подписывайтесь и заказывайте итальянские продукты с гигантской, немыслимой скидкой в 50%. Промокод на скидку в инстаграм и телеграмм Тартуфи. Все ссылочки в описании под моим видео. Впереди майские праздники, милые мои сплетники. Закупайте заранее у Тартуфи. Вы найдете продукты на все случаи жизни. Великолепная итальянская качество. Сегодня последний день суперсекретной распродажи. На сайте об этом нет информации. Есть информация только в инстаграме и телеграмме у Тартуфи. Тайна. И не говорите, что вы эту тайну не слышали. Все ссылочки на Тартуфи в описании. Значит, певица Биби Рекс. Она никогда не была худенькой, милые мои. И вот она сейчас ответила на критику своей фигуры. 33-летняя Рекса регулярно подвергается нападкам относительно своей... Ну, вес у нее есть. Ребят, вес. Вы можете говорить сколько угодно. Она сочная, она круглая, она восхитительная. Лишний вес есть. Представьте ее без одежды. Вам, наверное, вообще-то это станет плохенько. И вот она пожаловалась на то, что алгоритмы социальных сетей работают против нее. По мнению Биби Рекса, значит, пользователям специально предлагаются ее не самые удачные фото в формате до и после, провоцирующие поклонников оценивать внешность ее и критиковать за это. Здорово, да? Давайте сейчас раньше как у нас было? До вообще соцсетей, которые были. Кость широкая. Это называлось широкая кость. А сейчас у нас алгоритмы виноваты. Виноваты все, виноваты весь мир. Сколько угодно можно говорить, ей плевать на то, что ее критикуют. Ей плевать, ей комфортно в этой самой форме. Может быть, ей комфортно. Но если было комфортно, вот если ей реально комфортно. Она плевать хотела на всю критику. Она живет так, как она хочет. А если она комментирует, если она близко к сердцу принимает эту самую критику. Ну, милые мои, значит, действительно, она не так уж и довольна своим внешним видом. Похудеть? Нет. Виноваты широкая кость. Виноваты алгоритмы. Виноваты все и вся. Но не твое желание не закрыть хлеборезку и каждый вечер наминать салями, с белым хлебом. Запивая это все кока-колой, ну или пивасиком. Да, все, лучше каком-нибудь посыпать. И вообще, пойдешь с ума, конечно, от изжоги. Ну, зато будет очень вкусненько. Здорово. Виноваты всегда и все, но кроме самих, потому что не умеют закрывать рот. Смотрим видео. Вот здесь у нас в квадратике. Это у нас Роналду. Здесь началась серьезная такая драма. Началась серьезная драма, милые мои. Это у нас Роналду. И у него сейчас серьезно прилетело. Он сейчас играет за футбольный клуб Аль Наср в Саудовской Аравии. И его сейчас призвали арестовать. Вы спросите, за что его арестовывать? Значит, неприличный жест в адрес болельщиков. Он схватился за причинное место. По мне, так он просто идет и поправляет трусы. Ну, шорты поправляет. Что прям схватился за причинное место. И начал что-то там показывать болельщикам. Такого лично я не вижу. Ну, может быть, я не так смотрю. Может быть, посыл этого жеста был иной. Но, тем не менее, когда выклинули имя его соперника Лайонела Месси. Он, значит, таким образом отреагировал на это все. Это произошло после того, как 18 апреля клуб Роналду проиграл своему прямому конкуренту. За чемпионский титул со счетом. 0-2. Во-первых, играть, конечно, надо лучше. Ну, а просто я вообще не футболист. Мне еще плевать, ребята. Кто там выигрывает или нас, или еще какой-то. Не важно, да? Значит, с предложением наказать Роналду за этот жест. К правительству страны обратился профессор международного права и адвокат Нуф Бинт Ахмед. Заявив, что в соцсетях, что подобное поведение считается непристойным и предполагает арест и депортацию в случае неприемлемой поступок совершил иностранец. Цитата. Я слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали его, поведение является преступлением. Публично совершенный непристойный поступок является одним из преступлений, караемым арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу. Я понимаю, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Я все понимаю. Разница культур, разница восприятия, разница менталитета. Ребят, я это все знаю. Давайте немножечко поговорим про, во-первых, лицемерие, да? Когда Роналду приехал туда, вся эта вот эта тема футбольная, проходил международный этот футбольная игра, так это называется, да? Чемпионат. Ну не футболисты, извините, но сплетни интересные. Извините, эскорт со всего мира ехал туда. Да, эскорт обоих полу. Значит, по книжке, по закону, все это запрещено. Все запрещено. По факту и возлияние, и эскорт, и легкое поведение. И что там только нету в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах. И все, все, что противоречит законам, имеет место быть на этих территориях, да? Вот давайте сейчас будем лицемерить, да? Он поправил шортики, так видит Антоша С. Для них это немыслимо оскорбительный жест, который подразумевает арест и депортацию. Давайте закрывать глазки на то, что эти самые законы попираются каждый божий день. Деньги лезут из всех мест, в которых можно, и деньги тратятся на все то, что законы запрещают в этой самой Саудовской Аравии. Ну как это назвать? Лицемерие, да? Мы сейчас не будем про чужой монастырь. Если бы в монастыре все было по канонам и по правилам, вопросов бы не было. Но когда начинается вот это вот лицемерие и двуличие, да? Законы говорят, и публично что-то вырвется, да, вот здесь мы сейчас накажем. А по факту, вы посмотрите, какая жизнь. И я здесь не ханжа повторюсь. Я просто говорю про взаимоисключающие моменты. Интересно послушать девчонок и парней, кто живут сейчас в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, вообще в том регионе. Как там, особенно кто эскорт, ух, меня там эскорт, смотри, меня эскорт любит. Эта любовь вся взаимна. Мне интересно, как на самом деле относятся арабы по наехавшим рабочим, да? И легко ли эти самые арабы нарушают собственные же законы, когда это происходит в тиши их гостиных, да? Лицемерие. Давайте пообщаемся в комментариях. Я думаю, интересно будет почитать абсолютно всем. Дженнифер Кулич, которая сумела с таким трудом, адовым трудом, забытая всеми мама Сифлера, да? Из американского пирога, которая с трудом влезла в последний уходящий вагон своей карьеры. Белл Лотос, конечно, мы здесь говорим. И она дала дельные советы, как пишут сейчас паблики, своим фанатам, обратившись, по большей части, к молодым женщинам. Она пропагандирует, что сначала важно полюбить себя, прежде чем придавать такое большое значение поиску партнера. Цитата. Это был просто гигантский кусок моей жизни, который был потрачен впустую в попытке найти парней, которые не хотели меня, вместо того, чтобы просто заниматься бизнесом и работать над собой. Я думаю, что мы должны по-настоящему позаботиться о себе и заняться своими делами. Если парень будет, отлично. Если парня нет, то тоже отлично, говорит Кулич. Классно. Давайте вот банальщину. Вот понимаете, вот я не могу понять. Когда сбитый летчик Дженнифер Кулич, кто не знает. Мы сейчас глянем в отрыве от Белого Лотоса, которым она завоевала обратно любовь миллионов. Она завоевала сейчас для себя вот временно культовый статус. Я обожаю Дженнифер Кулич. Ну, а также в состоянии трезво взглянуть на ее карьеру и сказать, да, она всю жизнь барахталась в эпизодических ролях. И последние несколько, там, 10-12 лет вообще практически не стималась ни в чем значимом. И давайте сейчас ее банальщину воспринимать, какую-то истину выязыться, как говорить, господи, Дженнифер, вы открыли глаза на мою вообще жизнь, и теперь я знаю, как мне жить. Как меня утомили банальные люди, у которых у самих все через пень-колоду, но которые с огромным удовольствием делятся своими вот этим опытом жизненным. Как жить, как же строить там отношения, как еще какой-то ерундой заниматься. Печально мне смотреть на то, что, я сейчас скажу крамульную мысль, сыграла она в Белом Лотосе восхитительно. Я ее обожаю. Но давайте не будем сейчас давать и статус культовой актрисы. Давайте сейчас не будем просто вот этого миллионного обожания. Где вы все были в последние 8 лет, которые у Дженнифер Кулич не работала, от слова совершенно. О, сейчас она вяло, там это, знаете, переплевывая чуть-чуть, словая через губу, она вернулась на большие краны. Сейчас такая адовая любовь. Ой, ребят, угомонитесь. Для меня это выглядит так. Сбитому летчику дали шанс. Она его отыграла, и она большая красавица. Но чтобы вот так прям с придыханием, ради бога, еще какая-то, не пойми кто, дает советы. Я буду, знаете, с трепетом внимать. Ой, сам себе насоветую гулять лесом. И это просто ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Никита Михалков заявил, что уехавшие из России артисты должны раскаяться сами и наказывать их не нужно. Цитата. Я скажу так. Их положение трагично. Может, не многие понимают, что это за трагедия. Это кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзии очаровательных фарфоровых улыбок. И они за то, чтобы кого-то наказывать. Искренне понимаю раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать без налогово выступать на корпоративах. Это сегодня не прокатит. Если люди, которые принципиально не устраивают то, что происходит в России, но не тот русский, кто со страной, тогда она прекрасна и богатая. Обалденная тема. Вы знаете, я обожаю, когда начинают жалеть людей с правильной гражданской позиции, которые не согласны ни с диктатурой, ни с военной хунтой, ни с войной. Они не согласны. Им не нужно прощения. Им не нужно прощения. Им не нужно вернитесь обратно. Им это все не нужно. Они не хотят жить в условиях, когда они должны сто раз подумать и один раз отрезать в свободных странах в 23-м году в светском государстве. И вот я обожаю вот эту вот жалость. Ну давайте, давайте простим их. Ну давайте уж так сильно. Да намотались вы им на одно место со своими прощениями. Думайте о себе и о том, как вы будете вымаливать прощения у своих же сограждан. Вы шестеренки ужасной пропаганды. Ты смотришь, и ты в шоке. Я просто в шоке. Каждый божий день у того же Корчевникова приходят эти старые сбитые летчики. Они начинают поливать грязью все. Все здравое, все трезвое, все правильное, все пацифистское. А вот мы за войной. Вот мы пойдем туда все. Себе помогите. Сейчас начинайте просить прощения. Печально. Оскароносный режиссер. Утомленный солнцем. Так называется, да? За это спрашиваю. Какой Оскар он получил? За утомленный солнцем. Отвратительно. Такая карьера. Такая династия, да? И такой конец. Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно послушать ваше мнение. Дорогие сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Мы борцы за права братьев, наших меньших. Поэтому продолжайте поддерживать волонтеров. Продолжайте поддерживать приюты. Не оставляйте бедных животных один на один с их проблемами. Продолжайте доказывать всему миру, милые мои сплетники. Что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни. Вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Личное благодарное всем спонсорам канала. Ребят, всем, кто заказывает у нас видеопоздравления через Бусти. Всем, кто шлет нам донаты через Суперспасибо. Личная благодарность от всего сердца. Я вижу вашу любовь, я вижу вашу поддержку. А мы в свою очередь обезуемся каждый божий день, вне зависимости от обстоятельств, снимать на этом канале ежедневные сплетни новости. Чтобы было над чем подумать, над чем порассуждать, когда вы пьете вашу утреннику. Или вечерный стакан беда. Я вас обожаю в комьюнити. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok